В Манчегорске состоялась зажигательная вечеринка под открытым небом. На традиционный фестиваль «Норд Бич Пати» в город Металлургов приехали более 900 человек со всей Мурманской области. Манчегорск славится не только своими металлургами, историей и уникальной северной природой, но и масштабными спортивными и развлекательными событиями, которые собирают гостей со всей страны. Например, не совсем традиционная в общепринятом плане пляжная вечеринка. Вместо песка был снег, а вместо тёплого моря – озеро Лумбалка. Мы все дружно решили съездить, так вот, друзьями, поиграть в игры, чем-то заняться на выходных интересным. «Норд Бич Пати» стартовала с турнира по зимнему пляжному волейболу. На соревнования приехали 12 сборных со всей области. В жаркой борьбе выиграла команда «Колобок» из Манчегорска. Для нас, северян, в принципе, лето начинается не тогда, когда температура переходит через плюсовые отметки, а когда просто перестаёт быть темно. Поэтому мы радуемся этому времени, как никто, и мы понимаем, что для нас действительно хорошее настроение на свежем воздухе. Пляжная вечеринка проходила под зажигательные латиноамериканские ритмы бачата и лимбопати. Гостям было чем заняться. Взрослые играли фрисби и зорбол, дети же стреляли по злым птицам, мастерили игрушки, антистресс, гоняли на снегоходе и банане. Организаторы уверяют – это только начало веселья. Это такое первое мероприятие из 12, которое запланировано в Манчегорске. Каждый месяц будет происходить что-то интересное, масштаб будет увеличиваться, поэтому приезжать в Манчегорске есть чем заняться. Самым зрелищным событием Нордбич-пати стали дефиле и костюмированный спуск на тюбинках с аттракциона «Русские горки». Яркий перформанс устроили Человек-паук, космонавт, пират, футболист, герой сериала «Игра в кальмара», «Коржик» и другие узнаваемые персонажи. Но всё же главными героями вечеринки были приглашённые гости. Спасибо, друзья, это мероприятие для вас, и вы главные участники этого мероприятия. Организаторы «Имандрафес» ждут всех желающих на следующем ярком мероприятии – квесте «Заполярный кремень», который состоится уже 21 мая.